Технологии будущего применяемы уже сегодня. На площадке компании «Газпром Космические системы», успешно осуществляющей космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем в интересах компании «Газпром», под руководством заместителя-председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Урличича прошло совещание с участием представителей федеральных органов исполнительной власти. Госкорпорации «Росатом», «Росреестр», «Ростехнадзор» и различных министерств. Обсудили важную стратегическую задачу по созданию системы геотехнического мониторинга опасных объектов с помощью радарной спутниковой интерферометрии. Суть этого метода заключается в формировании интерферограммы, представляющей собой результат композиции двух радиолокационных изображений одной и той же территории. Для обработки получаемых данных используется специальное программное обеспечение. У компании «Газпром Космические Системы» с 2014 года накоплен достаточный опыт по применению этой технологии на различных объектах страны, например, на газопроводе «Сила Сибири». Поражает точность проводимых измерений 2 мм при критическом отклонении трубы от проектного положения 50 см. Метод радарной спутниковой интерферометрии позволяет достаточно оперативно отследить изменения положения контролируемого объекта, колебания земной поверхности и, соответственно, принять меры по предотвращению аварийной ситуации. К сожалению, подобные аварии случались. Сейчас для реализации спутниковой интерферметрии «Газпром Космические Системы» используют зарубежные спутники. Как отметил в своем докладе генеральный директор компании «Газпром Космические Системы» Дмитрий Севастьянов, решить задачу создания полноценной отечественной эффективной системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на базе отработанных в «Газпроме» технологий с исключением зависимости от зарубежных операторов возможно. Но для этого необходима отечественная спутниковая орбитальная группировка малых радарных спутников. Эту задачу, в свою очередь, решит сборочное производство космических аппаратов, строительство которого полным ходом идет на территории «Газпром Космические Системы» и должно завершиться в сентябре 2022 года. Вопросы, связанные с созданием подобной системы, обсуждались на совещании. Все заинтересованные федеральные ведомства будут участвовать в том, чтобы создавать подобные системы. И мы благодарны «Газпрому», который предоставил эту площадку. И мы рассмотрели одну конкретную систему геотехмониторинга, которая уже сегодня позволяет контролировать силу Сибири. И это начало такой плодотворной работы совместной в космическом бизнесе многих ведомств. Присутствующие на совещании идею по созданию системы поддержали. Направление весьма перспективное и многообещающее. К тому же, очень значимое для страны. В своем недавнем обращении президент России Владимир Путин упомянул необходимость ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг. Важным пунктом в обращении президента стали вопросы экологии, контроль и соблюдение всех мер безопасности на опасных объектах. Вот то, чему необходимо уделить внимание. Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском, да и в некоторых других точках. Владимир Путин подчеркнул, нельзя вновь допустить возникновение подобных экологических ситуаций. Упомянул президент и необходимость внедрения новых технологий в сфере медицины. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И главная задача – поставить эти технологии на службу гражданам нашей страны. И тут необходимо отметить, что «Газпром» космические системы на основе своих современных технологий может помочь в решении поставленных перед страной задач. Будет создана рабочая группа в рекордационном центре, которая базируется при англическом центре при правительстве Российской Федерации. Эта рабочая группа выработает подходы от тех систем, которые должны быть созданы, создаст, наверное, объединенными усилиями технические задания для этих систем. И все это войдет под программу «Сфера». Предлагаемая спутниковая система позволит решить и ряд иных важных для государства задач. Это мониторинг ледовой обстановки, разливов рек в паводковый период, мониторинг пожароопасной обстановки в районах размещения объектов добычи и транспортировки углеводородов и другие виды наблюдения за опасными с точки зрения техногенной обстановки объектами. И все это будет реализовано на базе организации, расположенной в городе Щелково. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.